Евгений, прежде всего, какие цели стоят перед командой на этот сезон? У ЦСКА всегда были высочайшие цели. Естественно, это победа к коньей-канейской легии в Игорь Кум-Гагарине. Насколько это реально, на Ваш взгляд? Почему нет? Все реально. Хорошая команда подбирается в этом году. И отличный же тренерский состав. И, я думаю, все по силам. Сильно потеряли в зарплате, перейдя в ЦСКА? Ну, все равно такой нескромный вопрос. Конечно, потерял, но еще раз говорю, я когда переходил сюда, это был на самом деле не финансовый вопрос. Я просто хотел играть за ЦСКА. И хорошо, что это были долгие переговоры. И хорошо, что это произошло. Я очень рад, на самом деле. Тот факт, что контракт подписан, наверное, всего лишь на один год. Что для Вас значит? Ну, для меня это хорошо сыграть год, показать себя. И если моя игра удовлетворит, и мы добьемся хорошего результата с командой, это будет, может быть, подписание очередного контракта с ЦСКА. То есть, подстегивает все-таки? Да, конечно. Планируете порадовать зрителей новыми битвами, драками на льду? Все-таки у нас публика, да и за океаном тоже ходят многие на хоккей ради вот этого шоу. Ну, на самом деле, как бы это не могу сказать, что это мой конек какой-то драки. И я как-то всегда старался, всегда как-то подальше от них. Чтобы люди провоцировали, были моменты, да. Но на самом деле я постараюсь в этом сезоне, наоборот, сыграть так более корректно. Потому что не хотелось бы подводить свою команду, своими долезнями, чтобы был результат, чтобы от этого не страдала моя команда. А, кстати, как думаете, вот школа Тавгаев в КХЛ уже изжила себя? Помните, Витязь в свое время был особенной командой. Сейчас закончились эти драки на льду. Стал, ну вот, скажем так, обыкновенной командой КХЛ. На ваш взгляд, школа Тавгаев умирает в КХЛ? Да, и видно тенденции, что драка стало меньше, и уже Тавгаев нету просто. В нашей лиге они здесь ни к чему. Прошлый сезон, 49 матчей у вас, по статистике, 179 минут штрафа. Вам здесь, когда вы пришли в ЦСКА, говорили, как мне работать над этим показателем? Да, был разговор, еще раз с главным тренером, да, мы с ним пообщались. Еще раз я повторюсь, буду корректировать и постараться еще раз не подводить свою команду, чтобы она страдала. И, конечно, хотелось бы вот эту статистику плачевную убрать ее. Не обидно вам, что даже мы, хотя бы, да, прекрасные нападающие, играли на чемпионате мира, спрашиваем вас про бои, про драки на льду? Да нет, почему нормально? Привыкли уже, не знаю, к этому имиджу? Стараюсь от него, от этого имиджа как бы избавиться, на самом деле. Я просто, я говорю, опять же, приписываются мы журналистами, а так у меня немножко другой имидж. Я силовой игрок, просто я люблю играть в тело. Ну, а драки, они происходят, опять же, либо сами собой, либо, опять же, Тавгай, который приезжает, начинает задираться на меня. На ваш взгляд, вот Алексей Морозов мог бы еще поиграть? Конечно, это отличный хоккеист. И, ну, видимо, наверное, уже не хочет, но я считаю, что он высочайший уровень, какой он показывал хоккей в прошлом году, он бы легко мог еще играть до года 20-100%. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...